Аналитики уверены, в России понимают, что война не просто перешла на их территорию, она уже проиграна. Ранее сообщалось, что накануне 9 мая Кремль охватила паника. Об этом изданию The Guardian сообщил один из чиновников мэрии Москвы. Угроза атаки беспилотниками ввела руководство России в ступор. Есть нервозность, которую я никогда раньше не видел. Но День Победы должен быть, другого выхода нет. Из статьи The Guardian. Два десятка российских городов, опасаясь новых атак, вообще отменили парад. Не будут устраивать традиционные военные шествия и в аннексированном Крыму. Несколько российских регионов уже свернули мероприятия, ссылаясь на опасения, что они могут стать мишенью для проукраинских диверсантов. А в Москве на репетиции парада было задействовано меньше военных и меньше военной техники. Хотя жители города хотели, чтобы он состоялся, как всегда. Из статьи Reuters. Удар по Кремлю беспилотниками практически свел на нет шансы на то, что парад 9 мая будет принимать сам Владимир Путин, а не его двойник. К этому склоняются эксперты. С одной стороны, они не могут ничего не проводить, показав таким образом слабость. Они не могут не показать людям Путина, который таким образом должен продемонстрировать смелость и уверенность. Но очевидно, что они не могут не учитывать возможные факторы, инциденты, которые могут иметь еще более негативные репутационные последствия для страны, для власти, для режима. Есть несколько таблиц с разновидностями и отличиями друг от друга двойников Путина. Одну из них представил российский журналист Олег Кашин. Он дал так называемые прозвища этим двойникам – Удмурт, Говорун, Кучма, Банкетный, Дипломат, Синяк. Эксперты различают дублеров кремлевского диктатора по пигментации радужки глаза, либо уникальности ушных раковин. И хотя на параде издалека таких деталей не рассмотреть, все же распознать двойника можно. Двойник намного активнее, чем оригинальный Путин. Также его может выдать правая рука, которая у настоящего Путина двигается с трудом. Ровно год назад во время парада 9 мая вся мировая общественность сообщала о возможности объявления войны Украине. Но этого не произошло. Путин был достаточно вялым и речь не содержала ничего сенсационного. И тогда эксперты склонялись к тому, что самого диктатора на параде не было. Прежде всего его выдал близкий контакт с ветеранами, которые явно не проходили двухнедельный карантин перед общением с ним. В толпе стариков, ветеранов и псевдо-ветеранов войны, находятся от этих стариков на расстоянии метра. Старческий организм всегда является атакой для большинства бактерий и вирусов. Также эксперты отмечают, Путин не появляется на публике, так как боится подхватить вирус из-за онкозаболевания. И на самом деле настоящего Путина видели последний раз в 2020 году. Виктория Смирнова для телеканала «Фридом».